Привет, мои дорогие! Хотела знать, чем с вами поделиться сегодня. Я смотрела сегодня интервью на канале Стрелец Молодец. Есть такой канал. Девушка ведет интервью. Я с ней, ну, относительно недавно познакомилась. Сначала она осторожно к ней относилась, но смотрела там героев, которые меня, в принципе, интересовали только из-за героев. А теперь мне просто нравится. Я к ней так прониклась. Она такая очень спокойная. Мне очень нравится, как она берет интервью, ее поведение. То есть на контрасте с Ириной Шихман, с Ксенией Собчак той же самой. Она такая очень отличающаяся. И вот у нее сегодня вышло интервью с Тиной Канделаки. Вообще Тиной Канделаки для меня такая была в свое время очень противоречивая личность. Но, понимаете, да, года идут, люди меняются. Вообще, мне кажется, огромное достижение, когда человек что-то, может быть, чудит в каком-то определенном возрасте. Там Ксения Собчак, да, мы все помним, что многие помнят, как она отзывалась была, там, эта запись, как она орала на детей, что она там их ненавидит и еще что-то. А спустя годы у нее родился свой ребенок, и сейчас она говорит, я прекрасно тогда, говорит, я не понимала вообще, что я несу, что я говорю, да. Тогда это было так. Как сейчас я вообще просто надышаться своим ребенком не могу, и теперь я все понимаю, и матерей. То есть, ну, как бы у нас много по молодости. Мы вообще делаем много таких вещей, каких-то говорим, делаем, пока они сами там не столкнулись с чем-то. Ну, а это называется, мне кажется, взросление, да, когда у тебя приходит опыт жизненный, когда ты сталкиваешься с различными жизненными ситуациями, и у тебя формируется там твоя личность, твое мировоззрение и вообще, ну, отношение к людям в том числе. Ну, вот, и вот Стена Кандалаки, да, у нее было много таких спорных моментов в ее биографии, когда она вызывала очень такое неприятное, может быть, все отношения. Но сейчас я уже много лет за ней наблюдаю. Мне, во-первых, ну, не то, что я наблюдаю, я смотрю чаще всего с ней интервью. Вот, мне интересно, если они есть какие-то... Мне очень нравится, как она говорит, у нее поставлена речь, как она доносит свои мысли, как она выглядит. Она вот вся естественная, да, понятно, что там наверняка на какие-то процедуры, там, на лицо еще что-то, но вот это, знаете, нет, вот эта вот перекачанная губа, она там, у нее обычная стрижечка, там, вот это... Ну, то есть такая вот леди, и вот она все так сейчас одевается очень элегантно, красиво. То есть, конечно, она очень жесткая женщина, властная, такая стержень, такая леди, она занимает такую должность, да, на Матч ТВ. И я очень люблю слушать ее, она очень-очень много умных вещей говорит, она очень много интересных историй рассказывает, как правило. И чем всегда отличалась, конечно, Тина Кандалаки, язык у нее подвешен. Она может ответить на любой каверзный вопрос и так, что всегда как бы в свою пользу. Вот, и сегодня я начну там первое половину интервью. Она там рассказывает, ну, о себе, о своей карьере, там, они говорят о том, как, о ее диетах. Она рассказывает, что она любит, там, где-то о детях затрагивает. Ну, и видно, что какие-то вопросы, она, ну, она достаточно откровенна была, но она четко знает, что ей говорить. Ну, то есть, лишнего она ничего не скажет. Она вроде информацию дала, ты вроде послушала и понял все, но в то же время все очень четко выстроено. То есть, она понимает, как и где ей надо вести диалоги. Причем я уверена, что этот человек, когда, например, по бизнесу, еще что-то, она, мне кажется, очень хороший переговорщик, собеседник, и поэтому у нее идет так карьера в гору во всех ее видах бизнеса. Ну, в общем-то, молодец, молодец, да, несмотря на все, человек сделал себя, имя, и как бы не говорили там знакомство, еще что-то, знаете, с такими знакомствами, знакомства просто так не появляются. Надо уметь себя представить перед этим человеком, надо уметь с ним вести беседы, чтобы заинтересовать этого, потому что влиятельные люди просто так с тобой, ну, за красивые глаза, долго общаться не будут, да, вот, и вести с тобой уж тем более какие-то деловые встречи, и, ну, как бы иметь к тебе уважение просто так. То есть, это нужно, какое бы то ни было, это завоевать, это уважение, вот. И поэтому неудивительно, что у нее столько там каких-то знакомых, но не об этом сейчас. Вот, ну, дальше, знаете, мне было очень интересно наблюдать, дальше пошла тема про футбол. А эта программа еще записывалась, когда вот шел чемпионат мира сейчас, да, по футболу, когда еще был неизвестен, и результат, кто станет чемпионом. В общем, и сначала так, ну, надежда ведущая, она так мягкая, значит, она, видимо, у нее есть какая-то, она, как я поняла, она слилит за футболом, она интересуется футболом, и она, видимо, для нее это какая-то такая больная тема, достаточно про российский мир на футбол. Она сначала зашла со стороны чемпионата, что вы думаете, а вроде как футболайки, она же, ну, связана непосредственно с портом, и у многих же, да, претензии к нашей сборной России по футболу. Да, у меня тоже есть, конечно, вопросы, но я не слежу за этим, поэтому, знаете, там распинаться слишком сильно я не хочу. Да, поступки некоторых наших футболистов меня тоже, как и многих, возмущали и возмущают. Вот, и она начинает потихонечку к этому подводить, ее спрашивать о том, что, как бы, ну, как вы относитесь, как вы считаете правильно, что так себя ведут? Вам не кажется, что у наших распущена дисциплина, у наших футболистов? Ну, и, как бы, задает прям такие конкретные, то есть вот здесь вот она прям так мягко, она не продавливает, но мягко-мягко намекает, что, как бы, не подохренили наши российские футболисты. И, причем, знаете, там еще такая вещь была, что Надежда сама ни разу не сказала, что, может быть, мы им много платим. Тина, как-то, видно, настолько она пыталась держать этот баланс, чтобы никак не давать свою оценку происходящему. Вот, она прям очень боялась, но почему-то именно про то, что платье много или немного, она сама даже начала говорить, видимо, настолько на болезшие темы. Я так понимаю, наверное, много ей сдают и пытаются об этом поговорить. И она, вот посмотрите, как грамотно она уходила от ответов. С одной стороны, понятно, я вижу, что она уходит от ответов, она пытается сгладить, она и вроде как не пытается сказать, ну, она не говорит, что да нет, все нормально, они молодцы. Она пытается, я вот смотрю комплекс, она вот пытается держать этот баланс и ни в какую сторону не сдвигаться касаемо своего мнения, то есть вообще не давать свою оценку происходящему. Во-первых, очень интересно наблюдать, как она грамотно это делает, как она разговаривает. Но, знаете, вот я сижу и думаю, блин, Надежде, конечно, хочется как интерьеру из нее вытянуть эту информацию, послушать ее мнение. А вот я сижу и понимаю Тину Кандалаки. Человек полностью связан, ее работа, сфера деятельности связана со спортсменами. Большое имеет рейтинг, когда к ней приходят те же самые футболисты, на какие-то ее шоу, на какие-то передачи. Она с ними, как бы ни было, ей нужно с ними держать, хорошее отношение оставлять. Ну, то есть, понимаете, представляете, она сейчас сядет и скажет, например, если она даже понимает, что, блин, они косячные, да, есть проблемы, да, еще. Она это скажет, но кто к ней потом пойдет на канал. То есть я не знаю, почему Надежда рассчитывала, что Тина здесь вот что-то скажет. Ну, какая Надежда это? Это вот равносильно тому, как я иногда смотрю на наших звезд, эстрады особенно. Многие, да, возмущаются этим. Прервалось. Маргерштейн тот же самый, там, Ольга Бузова, да, у нас же общество сейчас много возмущается насчет таких знаменитостей, которые сейчас там, там, какие-то Клава Кока еще, но я сейчас вам так много не приду, потому что я не слежу. Очень много возмущается этому творчеству, поведению этих, те же там Милохины, тиктокеры, да, поведение этих людей. Во-первых, я отношусь к этому более спокойно, знаете, с точки зрения чего. Как бы, да, можно... Все-таки я еще смотрю себя на возраст, когда Милохин там в свои 20-25 вот так трэшует, и когда пенсионерка там в 55 лет, это разные вещи, да, или там в 60 лет люди, в 70. Ну, вот такую хрень несут. Это вот разные вещи, да. То есть здесь я как бы, ну, еще так более-менее, ну, не вникаю даже, можно сказать, больше, потому что у меня ребенок этим особо не интересен, не интересуется, поэтому мне это тоже неинтересно. Вот. Но почему, да, наши звезды при всем при этом, эстрады очень часто бывает их защищают, стараются с ними общаться, быть ближе. Потому что они понимают, что вот конкретно эти ребята сейчас на волне. И если ты с ними рядом, то ты тоже будешь оставаться на той волне. А вот если ты с ними поссоришься, что там такая аудитория тебя так захейтит, и ты можешь потерять очень многое в своей карьере на данном этапе времени. Понятно, что, как правило, да, вот всегда говорят, что это год-два появляется новый Моргенштерн, там еще что-то, то есть там новая Клава Кока, то есть все равно цикличность. Например, Филипп Киркоров, вот как есть сколько лет, так он и есть. Басков как есть сколько лет, так он и есть, да. А они, ну, меняются, просто подстраиваются. Но наши звезды и эстрады, они вынуждены под это все подстраиваться. И они, может быть, и тоже не согласны с многими вещами, которые творят вот эти новые кумиры молодежи. Но сказать они это вот в открытую, к сожалению, наверное, не могут. Есть кто находится, говорит, но не все. То есть тоже ищут свои выгоды. Это, знаете, как маркетинг такой. То есть тут надо тоже пиар продумывать. Так и здесь. Тина, в принципе, ну, как она сейчас скажет, да, они такие вот плохие, у них там то проблемы, им действительно много платят, ни за что. Ну, все, это тогда к ней канал-то не придут. А у нас в стране очень любят футболистов смотреть, чтобы они приходили на интервью, чтобы они давали эксклюзивное интервью, либо только ее канал. Ей нужно находиться с ними в ладу, в мире. И понятное дело, что, ну, она никак не могла бы сказать по-другому. Я вот уверена, какие бы у нее ни были мысли. Ну, она очень молодец, очень так тактично обходит эти вопросы. И вроде как она не вызывает негатива своими ответами. То есть, знаете, там, что фу, ну, что ты ее лишь уже скажи. Она так вот и затягивает, послушает. Кому интересно, зайдите на канал Стрелец. Молодец. Посмотрите интервью с Тиной. Мне кажется, вам понравится тоже. Вот. Вот я всегда вот такими, да, людьми, я восхищаюсь, мне нравятся. Которые прошли, дошли, и многое добились в своей жизни, и они выросли. Несмотря на свои, знаете, какие-то пятна в биографиях, не очень красивые. Но я смотрю, что сейчас. Потому что вспоминать все это, знаете, как кто старый помянет тому глаз. Вот, да. Так и здесь. То есть, смысл вспоминать. Она уже 10 раз, она даже вот, она очень хорошо рассказывает о том, что я расту, я развиваюсь. Я сейчас, например, если я понимаю, что когда-то я делала какие-то ошибки, была неправа, я могу извиниться, для меня это ничего не стоит. И я с этим полностью согласна. Потому что тогда у меня было одно мировоззрение. Я выросла, и у меня изменилось. и что-то в жизни, и мышление, и мировоззрение. И, естественно, я могу поменять мнение. Это нормально. И я так, ну, считаю, что для меня точно так же. Я могу там, в 20 лет я в каких-то вещах думала по одному. Сейчас свои там 36. Я совершенно противоположные вещи думаю. Потому что это развитие. Понимаете? Это в любом случае так должно быть. Вот хуже, когда человек вот все катится ниже, катится, вот. Понимаете? Вот все в худшую сторону. Возраст идет, а мышление и мозги все больше атрофируются, все больше, не знаю, злости и желчности человека появляется. Вот это вот страшнее. Вот. И дури. Вот это вот страшнее. А, конечно, как говорит, извиниться никогда не поздно. Конечно, я во всех случаях не свидай согласна. Но я тоже придерживаюсь, но я тоже придерживаюсь такого мнения, что через года, если я понимаю, что я когда-то там обидела человека, ни за что не прошло, ни про что, потому что сейчас я понимаю, что это было ни за что, ни про что, я могу перед этим человеком извиниться. И в жизни у меня много было диалогов с какими-то людьми, с которыми встречались через много лет. И, ну, там у нас были какие-то претензии, и мы потом мило садились, разговаривали, и сейчас прекрасно общаемся, потому что уже позрослели, и у нас есть понимание жизненное, что, собственно, и оба были неправы, и дурака валяли, и вообще в жизни все немножко по-другому. Вот. Так что вот так. Так что переходите, посмотрите это интервью, кому интересно. Я очень была прям приятно удивлена, мне было приятно послушать. В общем, я стала довольна. Приятное времяпреповождение. Вот. Так что я думаю, что еще и какие-то знания себе сможете подчеркнуть там для себя лично. Все. Всем пока. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх. Мне... Вам все равно мне приятно. Пока-пока.